Знаете, к этому моменту я абсолютно уверен, что юбисофтом заправляют инопланетяне, или роботы, или рептилоиды, кто угодно, но только нечеловеческие мясные мешки из плоти и крови. У меня были сомнения, каждый год я ставил свои подозрения под вопрос, но вчерашний день доказал мне раз и навсегда, что нет, сомневаться не нужно было. Эти люди, если можно их таким словом называть, скорее всего не люди. Причем я отдаю себе отчет в том, что появление юбисофта на любых игровых выставках, особенно на Е3, это один большой мем. Каждый раз, когда они показывают свое лицо, вы всегда ждете кринж. И не только потому, что они там в какой-то год станцевали в костюме гигантского жирафа под веселую копирайченную музыку. Нет, они показывают игры, но они все время это делают с каким-то, не то что даже каменным лицом, это неправильное описание. Они вроде как по-корпоративному давят из себя улыбки, что уже привычная тема, но все равно вы чувствуете вот эту давящую бездушность, которая просто сочится из атмосферы, когда они презентуют свой очередной живой сервис. Причем, что самое ироничное, не то, чтобы им было вообще нечего показать. У них были Марио Рэббитс сиквел, внезапно вышедший, я не ожидал, что это случится. У них были Райдерс Репаблик, который выходит уже довольно скоро. В конце концов, у них есть Рок Смит, который будет интересен тем, кто играет на гитаре, я полагаю. Но как только вы конкретно задумываетесь о том, на что только что потратили час вашей жизни во время этой презентации, когда вы думаете о том, сколько времени отвели на один тайтл, на другой, на третий, пятый, десятый, а тайтлов там было показано приличное количество, как ни странно. Просто далеко не все из них одинаково интересны, на мой взгляд. Вы начинаете понимать, что есть только два варианта развития событий. Первый вариант, они рептилоиды и реально не понимают тон комнаты, на которую вроде как вещают и которые пытаются продавать игры. Либо второй вариант, они наоборот идеально понимают тон своей аудитории, которая эти игры actually будет покупать за деньги, то есть тон нормизов, и соответственно выделяют время на показ того или иного футажа, исходя из предположения о том, какая из игр будет лучше продаваться, что с другой стороны делает их роботами. Да, это не сильно лучше. Я в комментариях под вчерашним стримом читал, что люди были недовольны тем, как мы с друзьями слишком много шутили не по теме и про игры особо сильно не говорили, я не знаю, по-моему мы про игры говорили достаточно, насколько про них можно было говорить, потому что про некоторые из них сказать было толком нечего, но вот хэй, я вам сейчас дарю второй шанс, надеюсь вам понравится, потому что первое, что мы увидели на презентации Ubisoft, это Rainbow Six Extraction. Насколько я понимаю, в какой-то момент истории франшизы это был такой фановый режим, который они выпустили то ли под ивент какой-то, то ли под еще что-то, точно не помню, он продержался где-то 3 или 4 недели и заключался по сути в стоковом отстреле зомби, и это kinda то, что вам дают сейчас просто уже в формате полноценной игры. Вы и ваши бро в составе спецотреда должны десантироваться на интересную точку и стрелять в зомби. Возможно, что по лору они называются не зомби, но все их будут называть зомби, потому что это зомби. Я не знаю, судя по текстуркам, которые они показывали, некоторые из них были больше похожи на Венома, поэтому я называл их всех Веномом. Если бы это был буквальный, Веном, кстати, было бы немножко повеселее. Эта штуковина была в разработке, по-моему, года 3 уже на этот момент, у нее было другое рабочее название пару лет назад, и вот сейчас про нее наконец вспомнили. У Ubisoft есть такая привычка анонсировать свои проекты гораздо раньше, чем они по факту выйдут, и потом ничего про них не говорить. Эта привычка мне, если честно, не нравится, и, наверное, лучшая ее иллюстрация, это когда Бетезда выкатила небольшой тизерок Elder Scrolls 6, который не рассказал буквально ничего, кроме общего пейзажа, и мы знаем точно, что новостей Elder Scrolls 6 не будет слышно еще в ближайшие года 3, как минимум. Это... Я просто не люблю, когда компании так делают, но окей. Против самого концепта очередного командного шутера от Ubisoft я ничего не имею. У них есть своя аудитория, которая будет в этом заинтересована. Пожалуйста. Я, правда, не очень понимаю, в чем прикол был этой аудитории рассказывать про то, что, пацаны, в нашей игре есть система классов, в нашей игре можно прокачиваться, вы можете собирать штуки, там, короче, шмот будет, вы можете прокачиваться в игре от 2021 года. Вот так невидаль, охренеть просто. Я думаю, что это не что-то новое. Но, знаете что, вот это вот построение нарратива, кое-что вам говорит о Ubisoft'е. И я говорю сейчас не только про очевидные вещи, которые они пытаются рассказывать. Это ладно. Может быть, они, это говорят для новой аудитории, да, которая только пытается с франшизой знакомиться, например. Это я хотя бы могу понять. Они потратили на презентацию этого Rainbow Six Extraction'а как минимум 15, а может быть, даже все 20 минут, по ощущениям, по крайней мере, точно. Даже и по факту получается примерно минут 15-20 от общего хронометража этой презентации в чуть больше часа, то есть приличный такой процент. И я откровенно не могу понять, зачем, на что. Обычно, когда столько времени отводится на презентацию тайтла, и этот тайтл ставят в самое начало, вы пытаетесь таким образом намекнуть, что это ваш основной бэнгер. Это то, ради чего люди на эту презентацию пришли. То, что они хотят увидеть. Хотя дальше они будут показывать гораздо больше проектов, которые люди хотели бы увидеть на самом деле, и им будет отведено гораздо меньше времени. Я понимаю, что Ubisoft работает в первую очередь на Нормизов. Но тот геймплей, который они показали здесь, окей, может быть, это то, чего Нормизы хотят, но в таком случае я их не понимаю, потому что он абсолютно ничем не выделяется. Там не было, ну, по большому счету, ничего супер уникального. Единственное, что... Я помню, я даже на самом стриме высказывал эту мысль. Ощущение складывается, чисто вот при просмотре этого относительно живого геймплея, который, понятное дело, что, конечно, постановочный, очень хорошо отредактированный, чтобы это все выглядело немножко симпатичнее, чем по факту есть. У меня сложилось впечатление, как будто Ubisoft взяли какой-то стоковый шутан и просто налепили на него желтый цвет. Он выглядит точно так же, как все то, что вы видели раньше, потому что это Ubisoft, они постоянно делают одно и то же, это я понимаю, но налепили на него желтый цвет в надежде на то, что так он будет выглядеть немножко более стильным и немножко более уникальным. Эта акцентация на желтом цвете делается и за счет еще и надписей. Почему я привлекаю ваше внимание к этому простому и очень мелкому стилистическому решению, которое толком ни на что не влияет, потому что больше ваше внимание привлекать не на что. 15-20 минут. Все эти 15 минут вам рассказывали и показывали абсолютно понятные, очевидные и привычные вещи, которые вы 100% видели где-то еще. Причем рассказывали таким тоном, как будто пытаются работать на дошкольников. На людей, которые в видеоигры вообще никогда до этого не играли, тем более в видеоигры Ubisoft, тем более в Rainbow Six, например, который имеет достаточно много общих геймплейных элементов с тем, что вы видите на экране. И отсюда у меня возникает вопрос, для кого это? Для вашего бати 50-летнего, который пробует свою первую видеоигру и то, что вы ему покажете, вы покажете ему Rainbow Six Extraction, я не знаю, я бы начал с чего-нибудь попроще, может быть попонятнее, попортативнее, желательно там Марио какого-нибудь ему поставил бы, или, может быть, что-то более привычное для бати, там, какие-нибудь танки или футбольный симулятор, что-нибудь в таком духе. Rainbow Six, мне кажется, как франшиза ориентирована, в первую очередь, должна быть на тех фанатов, которые у нее уже есть. И фанатов у нее хватает. Зачем тратить 15 минут на, по сути, тряску ключей перед глазами? Да, они общаются с детишками, говорят, смотрите, ребят, у нас можно прокачиваться в игре 2021 года, не правда ли это классные фичи? Пожалуйста, покупайте лутбоксы. Можете понять, почему мы с ребятами в какой-то момент начали отключаться ментально и шутить про Хованского или про что-нибудь еще, потому что что угодно интереснее, чем Rainbow Six Extraction на 15-20 минуте. Но, наверное, это будет интересно тем, кто фанател по оригинальному режиму или ждал это дело три года. Здорово, давайте похлопаем. Потом был Rocksmith, который, я даже не уверен, можно ли называть игрой полноценно, сами Ubisoft, и в том числе, его позиционируют прежде всего, как софт для обучения игры на гитаре. Думайте об этом, как о Guitar Hero, только чуть менее игровом и чуть более техничным. То есть вы там настраиваете инструмент, какую-то тональность выбираете, ну, всякие такие штуки делаете, которыми обычно гитаристы занимаются. И для гитаристов, я так понимаю, это хорошее объявление, потому что последний Rocksmith был уже несколько лет назад, и если вы эту штуку находите для себя интересной, если вы находите ее полезной, в конце концов, начинаете учиться играть на гитаре, и для вас это дополнительная практика, то отлично. Я думаю, эта штука даже будет для вас стоить подпиской ежемесячной. По-моему, они требуют за нее подписку, сейчас точно не вспомню. Но если вы не играете на музыкальном инструменте, особенно на гитаре, да, потому что Rocksmith для гитары предназначен, то из этой презентации вы не вынесете абсолютно ничего. Но, хей, по крайней мере, этот продукт они подавали нормально. Они подавали его людям, которые понимают, что такое гитара, и, как минимум, умеют ее держать. Может быть, даже понимают, что руками нужно дергать за струны. Это уже больше, чем было в прошлый раз. Но я вот, например, отсюда ничего не вынес, потому что я на гитаре не играю, поэтому идем дальше. Raiders Republic. Вот это уже интересная тема. Не знаю, можно ли здесь использовать термин мини-игры, но это то, что первым приходит мне в голову. Пати-гейм, в ходе которого вы играете в спортивные мини-игры, или полноценные игры. Они выглядели достаточно хорошо проработанными. Мы говорим про сноуборд, мы говорим про горный велосипед, всякие такие штуки, где-то от первого лица, где-то от третьего, я замечаю. И хаб. Хаб, в котором вы с друзьями, видимо, тусите и думаете, чем вы хотите заняться. Я надеюсь, что этот хаб не будет юбисофтовским хабом, да, на который они тоже делают акценты, показывают вам, посмотрите, вы ходите говорить из NPC, я не знаю, зачем это нужно. По-моему, такая простая штуковина буквально должна быть сосредоточена исключительно на своих вот этих вот мини-играх, которые действительно выглядят эффектно. Мне с небольшой долей иронии понравилось, что для сноуборда они взяли механику всех игр Тони Хока и пихнули их в сноуборд, но проблема только в том, что у сноуборда нет колесиков, и когда он едет по плоскости, по абсолютно горизонтальной плоскости, он довольно быстро теряет инерцию, что, конечно, несовместимо с тем, как работает скейтборд. Я не знаю, может быть, профессиональные сноубордисты сейчас пояснят мне, что нет, когда ты качешься по горизонтальной поверхности, ты снимаешь вот эти вот наколодки свои с ног, которые тебя на сноуборде держат, и подкатываешь себя вот так вот ногой вперед, прям как на скейтборде, нормально. Ну ладно, по крайней мере, это выглядит весело, но не так весело, как горный велик. Я удивлен, что они не пиарили как минимум вот эту вот мини-игру для VR. Это буквально кричит VR, когда я смотрю на вот этот вот заезд от первого лица на огромной скорости, где вы можете в любой момент впидюриться в стену или еще что-нибудь такое сделать. Я как ездок на велосипеде, довольно заядлый по городской местности, мне уже становится страшно, я имею в виду. Это я по нормальным дорогам обычно езжу, и даже там можно себе случайно руку свернуть, а тут, ну да, это как минимум прикольно. Это то, ради чего VR сделан, я имею в виду, чтобы переживать опыты, которые вы не можете получить в других местах. Но в любом случае, это выглядит прикольно, да, это выглядит как что-то, куда вы хотите со своими друзьями засесть, особенно вяренно, даже без VR, и просто тусить вместе, там, кататься, соревноваться, что-нибудь в таком духе делать. Ориентировка идет на то, что народу будет очень много везде, да, то есть огромное количество. Я надеюсь, не NPC, а реальных игроков. Может быть, вы там соревнуетесь, может быть, не знаю, просто какие-то там забеги устраиваете, или еще что-то такое делаете. Вон даже костюм белки-летяги, кстати говоря, это мой небольшой такой феверит, я костюмы белки-летяги люблю. Я знаю, что у этих штуковин есть профессиональное спортивное название, какая разница. Вот вам кое-что другое, о чем можно подумать. На Raiders Republic они отвели 5 минут. Это выглядит весело, это выглядит как что-то, что я реально хотел бы купить. Они отвели на это 5, сука, минут. 20 минут на шутан, который вы уже 100% видели где-то еще, только теперь он желтый, и там есть Веном. И 5 минут. 5 минут на Raiders Republic, в которой люди, ну, тоже будут играть с удовольствием. И то, и другое выходит в сентябре, поэтому я могу себе представить, что они решили выбрать из двух своих мейлайновых каких-то релизов один, который будет покупаться более активно. И с этой точки зрения, да, наверное, продажи Rainbow Six Extraction имеют больше смысла, потому что у Rainbow Six Siege больше фанатов, они будут заинтересованы в некоем спин-оффе, а в то время как Raiders Republic это более оригинальная и более такая вечериночная тема какая-то, да, для того, чтобы играть чисто с друзьями. То есть чисто с финансовой точки зрения, наверное, я могу их понять, но с эмоциональной не могу никак. И именно по этой причине я говорю, что Ubisoft там заправляют рептилоиды или роботы. Они действительно неплохи в том, чтобы зарабатывать деньги, как показывает историческая практика. Но это не то, чего люди на презентациях хотят видеть. Я понимаю, что Нормизы все это будут покупать. Но когда вы показываете свою компанию миру, да, когда вы показываете то, на что способны ваши креативные люди в вашей компании, вы, наверное, хотите немножко большее впечатление на них произвести, а не просто продать им продукт, который они и так, скорее всего, гарантированно, я бы даже сказал, купят. Неужели вам не хочется показывать им краски, веселье, производить впечатление людей, которые с геймерами торговая марка находятся на одной волне? Это то, чего мне бы хотелось увидеть. Это, кстати говоря, отчасти причина популярности Devolver Digital. Да, многие находят их скетчи кринжовыми, где там актеры поясняют за то, что «Е, мы вводим новый подписочный сервис», растягивают эту шутку на 10 минут. Но есть в этом своеобразное такое очарование, потому что, ну, действительно, текст очень прикольно, так иронично написан, хорошо отыгран, хорошо поставлен, и на это весело смотреть. Вы чувствуете, что люди, которые этот текст писали и снимали, это действительно настоящие люди из плоти и крови, которые думают так же, как мы с вами. Даже если вам не всегда смешно, по крайней мере, они стараются. Ubisoft, я не знаю, что он старается сделать, для кого он эту презентацию делает, для своих инвесторов, что ли? Отдельно мне на это еще намекают их настоятельные попытки показывать людей. Постоянно, в презентации каждой игры, они отводят как минимум одну треть от этой презентации игры на то, чтобы показать какого-то креативного директора, или художника, или там композитора, или еще кого-нибудь. Кто-то, кто имеет к ней отношение, но почему он не может говорить об этом за кадром? Почему нам нужно на него постоянно смотреть? Ответ, потому что нам нужно показать, какие мы человечные. Лишний раз вам напомнить. Даже когда мы показываем вам обновления для наших уже существующих игр, и это здорово, я имею в виду, там много новых штук выходит, для Rainbow Six Siege, для Assassin's Creed Valhalla, я думал, кстати говоря, что это гнев друидов уже вышел, видимо, нет, я не очень помню. По-моему, там было все-таки написано, что уже наступен, поэтому, ладно, окей, для For Honor там что-то выходит. Это все здорово. Но почему? Почему они постоянно нам показывают кучу этих никому не нужных людей, и причем долго показывают? Держат на них камеру иногда по минуте, по полторы, в то время как мы могли бы на реальный геймплей смотреть, например, и желательно на какой-то более интересный геймплей смотреть, они таким образом, по-моему, ну я так думаю, пытаются доказать прежде всего своим инвесторам, что у нас в компании все очень хорошо. Пожалуйста, не вспоминайте о тех многочисленных обвинениях в не лучшем, так сказать, поведении на рабочем месте со стороны мужчин по отношению к женщинам, и мы говорим про мужчин, которые занимают высокие исполнительные должности, поэтому предъявлять им что-то было бы не самым лучшим решением, да, пока все это не взорвалось и не стало известным, давайте мы не будем думать о плохих вещах, давайте будем думать о том, как у нас все классно, как у нас все улыбаются, и какие у нас все разнообразные, это очень здорово. Ну да, извините, что-то я отвлекся, рептилоиды, как вы думаете, когда вы пытаетесь продать людям игру, продемонстрировать, может быть, игру, основанную целиком и полностью на музыке и танцах, что вам нужно показывать, когда вы пытаетесь продавать игру основанную на музыке и танцах? Ну, вы скажете мне, конечно, наверное, нужно показывать музыку и танцы в игре, Потому что это происходит в игре, вы продаете игру Ubisoft, вы делаете игры Но Ubisoft с вами не согласен Потому что Ubisoft думает не так, как здоровые Человеческие мясные люди Они думают так, что для того, чтобы продать игру Основанную на музыке и танцах Вам нужно пригласить какого-то известного Профессионального танцора Я не помню, как этого человека зовут, Тодрик Холл Возможно, те из вас, кто танцами увлекаются, знают, кто это такой Который, конечно же, должен выглядеть максимально Как у нас в русских деревнях говорят Флембоинт Это пафосно, знаете, прикольно На стиле весь такой, быть из себя Розовенькие волосы, которые похожи на парик Который ему бабушка шила, знаете, в таких костюмах латексных Прямо весь из себя впечатление производит Ни одной секунды геймплея Нового Джаз Дэнса 2021 Или какой там год, я уже сбился со счету Достаточно популярная франшиза, я имею ввиду Которая, ну, пользуется каким-то спросом Может быть, вы хотите ее тоже новой аудиторией загнать Нет, мы не хотим показывать вам игру Зачем это делать? Ну, в самом деле, вы и так знаете Как этот Джаз Дэнс выглядит, правильно? Давайте мы лучше покажем вам Тодда Холла Я забыл уже, как его зовут буквально через минуту После того, как сам это вслух произнес Давайте он просто покажет нам свой номер Какой-нибудь и прикольно станцует А Джаз Дэнс 2022, вот хэштег написано Только сейчас заметил А его вы купите, ну, просто в надежде, что вам и так будет весело Я имею ввиду, вы будете выглядеть примерно так же, как он Будете так же двигаться, здорово Все нормально, но об игре не думайте Это неважно Игра это вторично, игра это повод Главное это комьюнити Главное то, что мы строим комьюнити Он все еще не пропадает из камеры Я вам только что говорил про то, что они периодически слишком долго держат кадр на людях Которые нахрен никому не нужны Вы думаете, что я соврал? А читайте, сколько примерно прошло времени с тех пор Как вот этот кадр начался И он до сих пор продолжается Я до сих пор смотрю на этого профессионального танцора Который мне абсолютно не нужен На презентации видеоигр На видеоигровой выставке Джаз Дэнс ведь это вроде как игра Почему я смотрю на этого чувака? Зачем? Ладно, я не буду вас мучить Давайте промотаем дальше Мне очень понравилось, что одним из пунктов продажи DLC для Assassin's Creed Valhalla Была возможность наконец-то носить одноручные мечи Которые так по-хорошему должны были бы там быть с самого начала Но, видимо, они просто очень сильно любят боевые молоты с топорами Поэтому хотели больше на них внимания акцентировать Кстати говоря, я считаю, что боевые молоты круче, чем боевые топоры И можете в комментариях мне написать свои впечатления по этому поводу Уверен, у вас будет очень много комментариев по теме Кто-то со мной согласится, кто-то скажет, что мне нужно перестать говорить про видеоигры Ну, как это обычно бывает, по любому поводу я имею в виду Здорово, те, кто Assassin's Creed Valhalla любит, будут довольны Я имею в виду очередному дополнению Которое, по-моему, уже вышло, но, может быть, нет Я теперь уже сам в себе не уверен Я скажу так, что эстетически мне Valhalla нравилась с самого начала Настолько, что я даже вернулся в нее через какое-то время После того, как видео сделал, что со мной далеко не всегда бывает Но мне моментально стало дико скучно Она слишком долгая Она ровно настолько долгая, чтобы вам стало не просто скучно, а давяще скучно Она тянется... Знаете что, я понимаю, для кого это сделано Да, это сделано, опять же, для нормизов, которые приходят с работы Там с 9 до 5 отсидели, нужно за семьей сейчас следить, за детьми Всякие штуки делать у них для того, чтобы поиграть во что-нибудь Остается 1-2 часа в день, в лучшем случае И для них такая игра — это охрененное вложение денег Потому что вы получаете кучу часов контента За медитативный, не особо сложный, не особо заставляющий вас думать геймплей Который длится часов, там, не знаю, 200, может быть Это звучит охрененно За свои 60-70 долларов, это просто охрененная вэлью Но мне, как человеку, который этим занимается, ну, можно сказать, относительно профессионально Любительски профессионально Хотя, стоп, я же настоящий гаражур, мне можно это говорить Мне все это дело как-то вот не очень заходит Да, я предпочитаю более сжатый, но при этом более целостный и насыщенный игровой опыт Который не оставляет тебя ни на минуту, что тебе постоянно интересно Но она заканчивается чуть-чуть побыстрее Пускай, надеюсь, кстати говоря, новый Ratchet & Clank мне это предоставит Пока еще его не допрошел Сериалы, да, вы знаете, как блогеры уходят в музыку и в рэп А видеоигровые разработчики уходят в сериалы Это, кстати говоря, даже не совсем шутка Потому что очень часто игровые разработчики, особенно кинематографисты Начинают вдохновляться кино Да, они хотят снимать кино, но в кино их не берут И поэтому они делают игры Особенно это было активно, когда начали появляться нормальные лазерные носители Информации, когда вы могли какие-то FMV-катсценки вставлять в свои игры И, соответственно, можно было что-то прикольное на этой теме намутить Это конкретно должен быть какой-то юмористический сериал Вервульф Свизын Я не знаю, я не увидел и не услышал ни одной шутки Которая бы мне показалась смешной Причем они даже толком не старались меня рассмешить В отличие от какой-нибудь презентации Девольвера Где они могут шутить, и ты можешь находить это кринжовым или смешным Здесь Ну, да, наверное, я видел какие-то шутки Но кто их может найти смешным, кроме, опять же, шестилетки Я, если честно, не очень понимаю Такой, знаете, вот искрометный юмор Когда сорокалетнему мужику говорят слово Вервульф А он абсолютно без иронии переспрашивает Что? А ему говорят Оборотень Ну вы поняли Типа он не знает слово, потому что оно сложное Мужику на вид реально 40-45 лет Я не очень понимаю, где с ним надо смеяться Наверное, смеяться нужно в момент, когда ты понимаешь Что тебе этот замечательный кинопродукт показывают на видеоигровой презентации Я имею в виду, Ubisoft не единственный, кто решил пойти на этот интересный шаг Гербоксы с нами даже заигрывать не стали Они буквально потратили половину Даже больше, по-моему, даже больше половины своей презентации видеоигровой На пояснение о готовящемся фильме по Borderlands И мы с ребятами реально начали задумываться Что они делали хорошего для видеоигр за последние лет 6-7, кроме Borderlands И мы толком ничего не вспомнили Мы вспомнили какие-то тайтлы, но назвать их хорошими было очень-очень сложно И даже люди в чате, вот вы сейчас не видите, но люди в чате этой презентации Реально говорят об абсолютно отвлеченных вещах Потому что говорить про это было, сука, просто невозможно О чем? О том, как Рэнди Пичфорд удивляется Какие классные мы пушки сделали Для наших ребят, которые будут играть в фильме про Borderlands В который вы будете не играть, а смотреть Они буквально хотят снимать кино Они не хотят игры делать, они хотят киношку снимать Я не понимаю, нахрена они на этом Е3 были? Ну извините, отвлекся Возвращаемся к Ubisoftу Far Cry 6 Его презентации мы тоже ожидали И, наверное, вот самое большое, чего я в связи с этой игрой боялся Что они будут делать из Антона Это наш новый злодей, которого Жан Карл Эспозита играет Что они будут делать из него васа И поначалу мне так не казалось Потому что по всем изначальным трейлерам Он выглядел более серьезно Таким, знаете, четким, уверенным, харизматичным мужиком Который держится с каменным лицом Хладнокровно убивает тех, кто перейдет ему дорогу Но нет, нет, они делают из него васа Они делают из него буквального васа снова Это даже не сложно проследить Обратите внимание на его манеризмы На то, как он лыбится Как он, знаете, так вот улыбается постоянно И говорит, да, да, так здорово Господи, такие миленькие борцы со сопротивления Жаль, что мне придется вас всех расстрелять То есть, как во всех предыдущих частях Они пытаются вернуть былой хайп Все мы помним, как люди угорали по васу Когда вышел оригинальный Far Cry 3 Люди не могли перестать говорить про мемы О том, что такое безумие Да, люди не могли перестать постить его рожу Делать там с ним фотошопы всякие прикольные Юбисофт очень хорошо на этом поднялся И они пытаются из раза в раз вернуть Вот этот былой момент славы Но у них никак не получается Потому что все это выглядит вторично И, кстати говоря, это даже не моя теория Потому что они потом буквально во время презентации Говорят, что да, мы вдохновлялись васом Это, не думаю, что это будет для кого-то большим откровением Ах, господи, боже мой Они перестали даже притворяться Что они пытаются повторить былую славу И сказали, знаете что, мы возвращаем вас Обнатурально В каком формате, спросите вы Они сделали, как я понимаю Что-то похожее на роуглайк Со всеми злодеями из всех предыдущих Far Cry Не только с васом Но и с Гульманом И с, я забыл, как его зовут Который был лидером культа И с Антоном, я так понимаю, тоже Но вас, естественно, главное действующее лицо всего этого дела Потому что, ну вы же любите васа, пацаны Все же любят васа, правильно? Он же такой весь опоехавший, прикольный Это будет очень круто Окей, пускай ничего не имею против ностальгических DLC Или там каких-нибудь стендалонов Это я хотя бы могу принять за человеческое поведение Со стороны Ubisoft Потому что играть на ностальгии Это по дефолту означает пытаться играть на чувствах То есть они вроде как в теории Понимают, что такое чувство Что люди испытывают эмоции Это уже плюс в их копилку Надо отдать им должное А вот вам хороший проект, в который вы, скорее всего, не поиграете Наверняка вы слышали про Сколько лет уже этому кроссоверу Марио и Ревенк Рэббитс Я, если честно, не помню Но это был, по сути, XCOM Такой немножко примитивный, но достаточно прикольный Я точно помню, что, по-моему, Динус Мейджор о нем очень хорошо отзывался Я сам его еще не пробовал Хотя Switch у меня есть Но я все ждал, когда он, наконец, на скидках будет Так и не поймал этот момент И, честно говоря, да, он мне нравится и визуально Ну, первая часть я имею в виду Но я точно помню, что она плохо продалась И мы достаточно сомневались, что она получит сиквел в конечном итоге Как это обычно с Нинтендо бывает Когда новая франшиза плохо продается Или не очень хорошо, да Что им нужно прям какие-то очень бешеные рекорды побить Они просто на нее забивают И продолжают дальше клепать свои Марио и Зельды Которые продадут с огромным тиражом гарантированно Я удивился, что они сделали второго Марио Рэббитса Но хорошо, пускай Это действительно интересный проект Проблема в том Это для России больше характерная проблема Да, потому что Нинтендо у нас никогда не была особо популярной Проблема в том, что никто в это тупо играть не будет Потому что очень мало у кого есть Свитч Нинтендо никогда не имела присутствия у нас на территории страны У нас всегда была там либо Sega, либо Dainty А чуть позже PlayStation и Xbox Но с Нинтендо и вот просто не получится Естественно, нигде кроме Свитча эта штука не выйдет Потому что Нинтендо никогда в жизни Никогда в жизни никому своего Марио не отдаст Ни на какую другую платформу можете даже не надеяться Но у нас, наверное, может быть чудо произойдет И в итоге эти слова окажутся немножко устаревшими Но на данный момент, вот в том времени, в котором мы живем Вот в эту эпоху, когда у них есть нормальное присутствие на рынке И им не нужны другие консоли для того, чтобы финансово как-то себя оправдывать Не рассчитывайте, правда Это только если у вас есть Свитч Но, хей, если вы хотите поиграть в XCOM про Марио и Рэббитсов То это здорово, это действительно круто Я удивлен только, что они это показали на презентации Ubisoft А не на Нинтендо Директе Но, ладно, может быть на Нинтендо Директе его тоже покажут, скорее всего И это действительно прикольный проект, он действительно интересный Сколько времени на него отвели? 7 минут Я напоминаю, что этот проект не особо имеет перспективы именно в России В Америке, скорее всего, перспективы будут Потому что там Нинтендо не просто имеет присутствие на рынке Там Нинтендо продается, насколько мне не изменяет память За последний сезон это была самая популярная по продажам консоль Отчасти, конечно, на это повлияло то, что никто не может найти Next Gen И поэтому люди, которые хотели бы купить себе PlayStation 5 И сэкономили, имеют на него деньги Они это сделать тупо не могут Но они не хотят покупать и четвертый PlayStation Потому что это уже предыдущее поколение Поэтому они все ждут, 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 сидят у себя на деньгах Но все-таки Нинтендо имеет просто невероятную популярность в Америке И во многих других странах мира Там, я думаю, люди были бы заинтересованы в этом проекте Но нет, всего лишь 7 минут Напоминаю, что 20 минут на Rainbow Six Extraction, сука Очень странные приоритеты они расставляют, я понимаю Но, хей, вы, наверное, мне сейчас скажете Ну ладно, наверное, какой-то под конец вот они показали Super Banger Очень крутой проект, которого все ждали Все хотели Какой-нибудь Beyond Gooden Evil 2, например Нет, или там Splinter Cell Помните, в Splinter Cell была вот такая вот франшиза Которую, если бы они показали То мы бы, наверное, даже не шутили про то, что там Том Кленси снова крутится у себя в гробу От Rainbow Six Extraction он довольно сильно крутился, я предполагаю Может быть, это будет уже, сука, анонсированный ремейк Принца Персии Не, не, ребят, зачем? Кому нужен Принц Персии Beyond Gooden Evil 2? Кого все это интересует? В самом деле, зачем? Когда можно потратить свои ресурсы на разработку игры про аватара Нет, не того аватара, не того, о котором вы подумали Не мультяшного, другого аватара Который вышел сколько там, 13 лет назад уже, по-моему, никто не помнит Сколько лет они разрабатывают этот долбанный сиквел Который обещали, по-моему, еще 10 лет назад И я до сих пор о нем ни слуха, ни духа нету Я помню, когда все только увидели вот эти вот джунгли Все такие в чате начали говорить О, что это такое? Что это такое? Что же, это Splinter Cell новый? Нет, нихрена, ребят, это не Splinter Cell новый Это аватар Та самая невероятно кассовая, надо признать, франшиза Которая имела ровно один фильм И про которую все забыли где-то через год После того, как она вышла Я помню, Ubisoft пытались делать по ней игру еще, когда она была актуальна И в итоге это была совершенно стандартная игра по фильму Характерная для того года Никто от нее ничего не ждал И она абсолютно никаких ожиданий не оправдала Не то, чтобы у нее ожидания какие-то были Здесь они показывают синематик Они не показывают геймплей Они показывают вам просто графон Это даже не то, на что способен движок Это просто пререндеренный синематик Ах, нет, погодите, я вам соврал Это не тот синематик, о котором мы думаем, когда говорим про Blizzard Это синематик, сделанный с использованием движка игры Сильно отредактированный, конечно, чтобы выглядеть симпатичнее Но все-таки основное предназначение этого синематика Анонсировать игру Для кого? Кто не иронично в 2021 году ожидал игру про аватары? Нехорошего, не того аватара, другого аватара Все те вот двое из вас Вы получили свое желание? Я надеюсь, что да Потому что всем остальным из нас Десяткам и сотням тысяч Этот бэнгер был как-то, ну, не совсем бэнгер Не голове, я бы даже сказал, не к заднице Но они, тем не менее, поставили его в конец В надежде на то, что люди просто кончат в штаны Только его завидев издалека Вы понимаете, что я имею в виду, когда говорю, что Ubisoft Там заправляют мутанты? Каждый раз одна и та же история Это же огромная компания У них есть куча денег Они могут позволить себе устроить настоящее шоу Состоящее из красок, из эмоций, из всего такого Может быть, им не понравилось, что люди кринжово среагировали На тот их знаменитый танец с чуваком в костюме жарафа Не знаю, по-моему, это был скорее такой добрый кринж По крайней мере, это людям запомнилось в итоге Я не могу вам сказать ничего о презентации Ubisoft'а Если только не пересматриваю ее вместе с вами Вот прямо сейчас в прямом эфире Не совсем в прямом эфире, потому что вы смотрите это в записи Ну вы поняли, о чем я говорю Почему, почему они продолжают делать этот кринж? Почему они работают прежде всего на инвесторов, а не на людей? Вы можете работать на инвесторов на своих финансовых отчетах Вы можете на своих финансовых отчетах им говорить Какие вы хорошие, как у вас всех уважают Не отвечать там на очевидные вопросы какие-то Зачем, почему 20 минут на Rainbow Six Extraction? Я не понимаю Вот честно, положа руку на сердце, скажите Вам понравилось? Вы из этой презентации получили то, что хотели? Я знаю, что фанаты Rainbow Six Siege есть в больших количествах Даже если на Твиче их не всегда много, да? Но они есть здесь, они есть в комментариях Они играют в эту игру активно Вам было интересно 15 минут смотреть на то, как вам Ubisoft поясняет Что в Rainbow Six Extraction можно прокачиваться У нас есть скиллы, у нас есть классы Короче, одну и ту же инфу, которую вы и так уже знаете И прекрасно понимаете, что там это будет 20 минут на это потратить вместо того же самого Raiders Republic Я не знаю, ну, Рок Смит получил достаточно времени, я полагаю Для кого-то это будет интересно, это нишевая тема, но хорошо, пускай Я не понимаю Вот я правда не понимаю, как здоровые люди из года в год Могут продолжать делать один и тот же кринж Абсолютно не понимая того, как работает человеческий мозг и эмоции А может быть, с другой стороны, это я рептилоид? Может быть, это у меня эмоции работают неправильно? Напишите в комментариях, если вы думаете, что я рептилоид, чат Или профессиональный игровой журналист, кстати говоря, тоже считается Хотя, это, по сути, слова синонимы Так что выбирайте, какой вам больше нравится Если я вам действительно нравлюсь сам, рептилоид я или нет То подписывайтесь на канал Культа с Живьем Ставьте лайк с комментариями Для того, чтобы видео в алгоритмах продвигать В конце концов, нажимайте на колокольчик и все оповещения И спасибо вам, что вы такие классные мальчики Девочки, люблю вас Субтитры сделал DimaTorzok